После диктатуры Суллы в Римской империи не было мира и покоя. Хоть в гражданской войне его противники, привяженцы Гая Мария, потерпели тяжелое поражение, римское общество по-прежнему было расколото на непримиримые фракции. Лишь союз трех самых сильных римских политиков и военачальников того времени, Цезаря Краса и Помпея, смогли ненадолго стабилизировать ситуацию. Официально так называемый триумвират, или правление трех, был оформлен в 60-м году до нашей эры. Помпея и Крас не любили друг друга, но такой политический союз был выгоден всем. В результате него фракции могли спокойно делегировать полномочия. У Краса было огромное состояние связи. Помпея и наиболее прославленный полководец обладают значительным политическим весом, а более молодой Цезарь пользуется поддержкой как народа, так и патрициев, и представляет один из знатнейших римских родов. Чтобы интересы сопровителей не пересекались, триумвираты поделили провинции Рима между собой. Красным цветом отображаются провинции Помпея, Синий Цезаря и Желтый Краса. Крас получает Сирию и возможность напасть на Парфию и другие ближневосточные государства. Однако он быстро терпит поражение и погибает. Положение двух триумвиратов становится крайне неустойчивым, и сходка между ними неизбежна. Сегодня мы посмотрим на игру Цезаря от несравненного Паула Моря. И без лишних предисловий давайте начнем подготовку к партии. Каждый игрок выкладывает по 12 жетонов контроля за каждую из фракций. Они у нас красного и синего цвета соответственно. А в центр каждой провинции отправляются желтые жетоны. Далее каждый из игроков берет предварительно замешанные в соответствующих мешочках два жетона влияния, смотрит на них при этом не показывает оппоненту и кладет за свою шерму. Поскольку у меня основной задачей является показать вам как все это великолепие играется, я шермочками пользоваться не буду и буду играть в открытую. Сделаю это просто для того, чтобы у вас все жетоны были на виду. Итак, Помпей и Цезарь приготовили два жетона и игра начинается. Как видите на карте мира у нас с вами есть три типа местности. Это условные мечи, щиты и корабли. Именно сюда мы будем размещать наши жетоны. И когда одна из провинций будет полностью окружена, мы начинаем подсчет влияния. Игрок, который последним размещает жетон влияния в провинцию, забирает соответствующий желтый бонус, а тот игрок, у которого после подсчета очков сила больше, размещает на место взятого бонуса один из 12 жетонов контроля. Собственно это все, что нужно вам для того, чтобы начать играть. Теперь давайте возьмем один из жетонов и разместим его в случайной провинции. Поскольку он символ меча, мы отправляем его на клетку с мечом. Вернее это крок, но у меня цивилизация старая школа головного мозга, поэтому назовем это своеобразной зоной контроля. Кстати говоря, в начале войны у Цезаря была гораздо меньшая армия по сравнению с Помпеем. Как бы то ни было, поскольку Цезарь, который в партии всегда ходит первым, проецирует свое влияние как на Сицилию, так и на Италию, Помпея решает ответить и направляет свои подразделения в Италию и Цезарьбийскую Галию. Эх, а ведь однажды Вар не вернул легионы одному из Цезарей. Посмотрим, удастся ли Помпею не ударить в грязь лицом в битве при Тифтобургском лесу. Но пока что нам с вами доподлинно неизвестно, кто в этой игре охотник, а кто жертва, поэтому давайте продолжим. Самое главное после того, как походил, не забывать тянуть из мешка жетон. И, естественно, тем самым восполнять потерянные легионы. Итак, Цезарь берет подразделения, строит их черепаха и направляется прямиком в Сардинию и Италию. При этом, заметьте, что в Сардинию мы проецируем целых шесть единиц влияния, а на Италию этот жетон имеет нулевое влияние. Свежее подкрепление, и это у нас венок. Подразделения, отмеченные эти символы, могут размещаться в любой точке на карте. В не самое удачное время Помпей зеркалит Цезаря, поскольку эти жетоны, на мой взгляд, все же гораздо более ценные. Хотя и не такие мощные, как, например, тяжелая черепаха с силой шесть. Помпей мог бы потратить венок для того, чтобы открыть второй фронт, однако он решает обострить ситуацию вокруг Италии, таким образом проецируя влияние как на Сардинию, так и на Сицилию. Подкрепление в виде щитов с силой 2-4. Достойные войны. Мы постараемся найти им не менее достойное применение. Ход Цезаря, и наш Солнцелитий решает направить свои корабли прямиком к Италии. И да, пожалуй, стоит развернуть эти подразделения. Помпей все же решает открыть второй фронт и отправляет войска прямиком на Крит. Хорошо, благо у Цезаря есть чем ответить на такую дерзость. На полях сражений с каждым днем становится все меньше места. Следующим ходом Помпей отправляет войска в Африку. Найти яды или несметные богатства. И то, и другое при умелом применении может привести к раху империи. Или одного из императоров. У Цезаря остается не так много вариантов, и он решает сделать некое подобие вилки. Он размещает свои подразделения где-то между Сирией и Азией. Конечно же, он надеется на то, что у Помпея нет жетона флота. Флота-то у Помпея нет, а вот лавровый венок вполне себе. В Азии Помпей нашел несметные богатства. Это значит, что он повышает предел максимального количества жетонов влияния на один. Ему необходимо немедленно взять из мешочка жетон влияния и поместить его за ширму. В конце хода он, как обычно, будет брать из мешочка еще один жетон влияния. И да, у Помпея больше контроль в регионе, поэтому он перемещает один из своих жетонов контроля в Азию. Поскольку Помпей забирает Азию, Цезарь решает наступать в Сирию. Ну что, Помпей, получается у нас с тобой один-один. Но Цезарь сверху получает еще и жетон могущества, а он в свою очередь позволяет перевернуть лежащий на поле жетон влияния или контроля оппонента лицом вниз. И этот перевернутый жетон будет считаться жетоном со значением 0-0. Конечно же, Цезарь решает ослабить влияние противника в Италии. А вот это уже заявочка на контроль над столицей. В очередной раз ходит Помпей, в этот раз уже Цезаря ждет вилка. Вообще, интересно получается, по идее, кто-то из них заберет Сентуриона, а кто-то получит Яды в Кирене. Это, кстати, у нас набор дополнений под названием Рим. Да, ребят, заранее прошу прощения, здесь между Ахеей и Критом Цезарь походил неверно. Заметил я уже это на стадии монтажа, поэтому прошу прощения. Но мне хотелось бы показать вам именно эту партию, поскольку она получилась наиболее эффектной. Итак, следующий свой ход, Цезарь забирает Крит. И это первый его жетон контроля. Теперь у Цезаря появляется один из мощных юнитов данного дополнения, а именно Центурионы. И, естественно, для этого жетон Центуриона необходимо сбросить. И вот здесь, как по мне, кроется небольшой минус данного дополнения. Центурионы-то у нас, получается, лежат в открытую. А значит, противник знает, какой жетон у вас уже на руках. Поэтому мы с ребятами немного модифицировали правила и решили брать жетоны Центурионов рандомно. Да, это немного влияет на тактику, однако добавляет разнообразие. Поэтому, если вы давно играете в Цезаря, то можете немного освежить игру таким способом. Но давайте немного ближе к делу. Наш друг Помпей получил свое распоряжение яды. И сейчас Цезарь находится в довольно пренеприятной ситуации. Ему придется пожертвовать одним из отрядов. Но и это еще не все. Поскольку Помпей контролирует Египет, между Египтом и Киреной также кладется жетон контроля. То же самое мы проделаем с Египтом и Азией. И вот видите, как получается за каких-то жалких пару ходов Помпей серьезно так вырвался вперед. К тому же ему удалось сжечь один из отрядов Цезаря, что очень неплохо. Кстати говоря, если вам хорошо везет на яды, то вы можете использовать их для того, чтобы сжечь все войска противника. И если в свой ход один из оппонентов не будет иметь возможности походить, то он тут же автоматически проигрывает. Ход Помпеи в этот раз он решает высадиться своим флотом в Ахею. Но и заодно было бы неплохо получить по свой контроль Африку. Но чем же все-таки ответит Цезарь? У Цезаря есть довольно интересное элитное подразделение легионеров. И оно может быть установлено на террень с изображением как корабля, так и щита. По-хорошему на этой местности у нас работают правила еще одного дополнения. В случае, если мы размещаем войска на такой террень, вот видите, кружочек в кружочке, то мы должны взять один из случайных жетонов бонуса, которые по идее убираются и остаются лишними. Но это только в том случае, если игрок разместит жетон влияния лицом вниз, то есть он будет у нас перевернутый. Цезарю же крайне важно проецировать свое влияние на Сардинию, поэтому он размещает жетон таким образом. В правилах написано, что игроки могут размещать жетоны лицом вниз, однако это не значит, что они это обязаны делать. С этим разобрались и самое время походить по Амбею. Но он отправляет свои войска в Ахею и сейчас будет переворачивать один из жетонов Цезаря. К тому же в этом регионе у него больше влияния, поэтому контроль над регионом достанется именно ему. Ахея крайне опасная область, которая позволит проецировать влияние аж на целых четыре соседних территории. И поскольку Крит уже был занят Цезарем, было крайне важно отрезать его от дальнейшей экспансии. Пользуясь жетоном могущества, Помпея уничтожает вражеский жетон Центуриона. Теперь у него появляется шанс побороться за Сардинию. Но нет, говорит Цезарь, истинный правитель Рима будет править морями Сардинии. А заодно и заберет очень интересный жетон Сената. Под жетон Сената у нас помещается жетон могущества. И чем больше у вас контроля в Сенате, тем больше жетонов могущества будете подкладывать каждый новый раз. Например, сейчас Цезарь размещает один жетон могущества под жетоном Сената и кладет его на свою часть доски. А на Сенат Цезаря, к сожалению, немного не влез в кадр, но я покажу ту же самую манипуляцию с Помпеем, так что не переживайте. Но когда-нибудь это должно было случиться, безопасные ходы заканчиваются. И Помпея, к сожалению, вынуждена разместить свои подразделения в Цезальпийскую Галлию. И это, надо сказать, ход конем, потому что в Цезальпийской Галлии у Помпея сила атаки 5. И ни одним из своих подразделений Цезарь не сможет изменить ход войны в этом регионе. Цезарь решает напасть на провинцию к северу от Цезальпийской Галлии. Цезарь забирает второй жетон контроля Сената и подкладывает под этот жетон целых два жетона контроля. Потому что Цезарь контролирует уже целых две ячейки Сената. Ну и разумеется, не стоит забывать о контроле над регионом. Сначала занимаем контроль над регионом, а уже потом проводим манипуляции с Сенатом. Игра несложная, как только вы привыкнете к её механикам, она будет занимать у вас не более 10 минут. Говорят, у Помпея слишком много кораблей. И одержать два жетона корабля перед окончанием сражения – это непозволительная роскошь. Ведь стоит помнить, что как только одной из сторон конфликта будет нечем ходить, она автоматически проиграет. Корабли Помпея отправляются в Сицилию, но не прочь побывать и в землях Нумидии. К сожалению, присутствие Помпея в Нумидии носит лишь номинальный характер. Поскольку сила влияния нашего героя на этот регион стремительно приближается к нулю. Даже хочу сказать ещё пару слов об игре. Мне кажется, Цезарь – это довольно интересная игра на контроль территории. И похоже она в первую очередь на шахматы, которые смешали с крестиками-ноликами. И знаете, это очень хорошо. Да, есть территории, которые нужно контролировать в первую очередь. Да, здесь часто выигрывает тот, кто начинает ходить первым. Но, во-первых, это практически идеальное приключение для первого опыта игры в подобные игры. А во-вторых, у меня очень сильно подкупает сеттинг. И эта игра отправляется прямиком в мой золотой пантеон вместе с битвой за Ракугана. Тем временем партия у нас приближается к концу, и Цезарь уже вырывается вперёд. Но не тут-то было, Помпей умело перехватывает контроль над Сицилией. А жетон тактики даёт ему возможность походить ещё раз. Не забываем взять новое подразделение из мешочка, прежде чем начать ходить заново. Я немного порамониторил форумы, и это, насколько я понимаю, прямо-таки распространённая ошибка. И так Помпей решает разметить своё подразделение в Нумиде. Да, здесь могло бы сработать правило контроля границ, однако нужно иметь в этом регионе хотя бы какое-то минимальное присутствие. Ох, если только Помпею удастся разыграть свой гамбит. Это будет нечто. Смотрите, в Африке он у нас получается забирает жетон богатства, и ещё один жетон контроля отправляется прямиком в Африку. Помимо Африки Помпей контролирует Кирену и Ахею. Туда также отправляется по одному жетону. Ситуация накаляется крайне стремительно. Однако у Цезаря есть серьёзные притязания на Италию, и он ещё может победить. Чуть не забыл про Сицилию. Вот он, маленький каблук от всего сокрушающего сапога. И ещё на шаг приближающего Помпея к исполнению его заветной мечты. То, что Цезаря остаётся буквально один, может быть два хода для того, чтобы ответить. Увы, но Цезарь может отправить лишь батальон легионеров в Нумидию. Сделав акцент на Сенат и граждан Рима, он не учёл одно. У него, как и у Помпея, остаётся последний жетон контроля влияния. Помпея остаётся сделать лишь последний ход и разместить лаврушку в Цезальпийскую галлию. Но Цезарь сдаётся, не дожидаясь его последнего хода. Что ж, это была партия в настольную игру Цезарь. Надеюсь, вам понравилось. Буду рад вашим правкам и советам. Пишите в комментариях, чтобы ещё хотели видеть. В ближайшее время скину свой телеграм-канал, те игры, которые у меня есть. По традиции, как обычно, всех обнял. До новых встреч, пока, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok